МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомьтесь с Передовичей. Игорь, Татьяна, Макс и племянница Настя затесалась. Они живут в элите, содержат коз и выращивают птиц. Просто вкус совершенно другой получается. У домашнего мяса, у домашнего яйца, у молока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строилось, в принципе, это все своими руками. Надо расширять. Не хватает. Для птиц содержания очень много места. У нас сейчас теплица освобождается. Птицы будут уходить, разделяться. Игорь и Татьяна работают в городе 5, а то и 6 дней в неделю, чтобы вечерами возвращаться домой за город. И никакого дивана и телевизоров. Птиц нужно накормить, убрать за ними. А еще козы, Милка и Аська не доины. И кто-то выпустил их в огород. Супруга Игоря Татьяна – золотце и уникум. Она выучилась на ветеринара и выяснилось, что у нее аллергия на животных. Пришлось закончить еще и юрфак. Но два диплома о высшем образовании и недуг – не помеха любви к животным. Коза надоет самостоятельно, а с птицами занимается на расстоянии, зато с изыском. Мы вспомнили о старых русских наших породах, выведенных у нас в России, еще в Советском Союзе. Вот одна из представительниц – русская хохлатая. Редкие они сейчас очень птицы, но их, я считаю, зря забыли. Яйца с фирмы Спиридовичей расходятся, как правило, по знакомым. И теперь семья фермеров надумала расширяться. Игорь получил грант от краевого правительства и уже возвел стены и построил крышу для будущего проекта, которую он пока держит в секрете. Красивая птица должна содержаться в красоте. Смотрите в следующей серии проекта «Дари добро» – фотосессия для куриц или «Как снимать цыпочек, чтобы не разозлить петухов». А также имиджинг, нейминг, продакшн и значение других модных словечек в разведении куриц. Не пропустите! Ровно через неделю на телеканале «Енисей». Вторая серия второго сезона проекта «Дари добро». Игорь Самусенко, Сергей Камашев, Андрей Крупнов, Алексей Овсянников, Денис Елисеев. Новости. Партнер проекта – православный магазин «Фавор». «Фавор» – душевные подарки ко всем семейным и православным праздникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова